Добрый вечер! В эфире канала Россия 24. Программа Вести Ульяновск. Итоги дня. Их подведу я, Ксения Грищенко. И вот что вы увидите. Ульяновцам обещают умную транспортную систему. Для себя мы ставим задачу в апреле, в мае весь подвижный состав включить в систему, для того, чтобы уже с 1 июня у нас система заработала полномасштабно. В регионе обновят общественные транспорты, введут регионально-навигационную информационную систему. Прибрали к рукам 240 тысяч государственных квадратов. Согласно закону, вводные объекты принадлежат Российской Федерации. При таких обстоятельствах оформление указанного продовсобственности «Зао Тетюрская», а затем частному лицу, являлось неправомерным. Прокуратура добилась возврата водоема в селе Волосниковка в собственность государства. За звание лучшего боролись 149 молодых учителей из 49 субъектов. Конечно, это не победа одного человека. Это большой кропотливый труд и победа команды. Ульяновские педагоги стали победителями всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В Ульяновской области обновят общественный транспорт и введут региональную навигационно-информационную систему. По прогнозам правительства, это существенно улучшит качество пассажирских перевозок и создаст на дорогах новую модель транспортного обслуживания. Павел Игнатьев с подробностями. Умная транспортная система, которая позволит отслеживать скоростной режим, нарушение правил дорожного движения, режим труда и отдыха водителя, проходит последние доработки. Разрозненные сегменты городских маршрутов скоро соединятся в единую информационную сеть. Ее ввод в эксплуатацию не за горами. Со сроками в местном Минтрансе уже определились. «Для себя мы ставим задачу в апреле, в мае весь подвижный состав включить в систему, для того, чтобы уже с 1 июня у нас система заработала полномасштабно». Полномасштабная система позволит контролировать всех городских перевозчиков, особенно их поездки в вечернее время, чтобы порочная практика с невыходом на линию после 20.00 наконец прекратилась. Кроме контроля за регулярностью и интервалом движения, специалисты будут вести работу в приложении «Яндекс.Транспорт», который проложит для пассажиров оптимальные маршруты и отследит все передвижения водителя. «Он будет знать, что нужно подъехать, что осуществляется контроль, что люди смотрят в режиме онлайн, когда он должен подойти. Поэтому будет строгий график, он должен его соблюдать». Средний возраст автобусного парка омолодят в два раза – с 8 до 4 лет. Для этого нужно приобрести 350 новых автобусов, суммарная стоимость которых составит миллиард рублей. Заметные модернизации общественного транспорта добьются за счет частного государственного партнерства. «Бюджет у нас трехлетний, бюджет у нас исполняется достаточно неплохо. Вчера мне министр финансов докладывал о том, что первый квартал мы закончили не только с выполнением плана, но и с перевыполнением плана. Это, естественно, придет к тому, что мы будем перераспределять дополнительные финансовые средства». Вместе с обновлением автопарка региональный Минтранс предлагает освежить и электротранспорт, подвижной состав которого сейчас заметно изношен. В новой модели пассажирских перевозок ключевую роль транспортники отводят именно трамваем. В ближайшие три года в областном центре планируют пустить на линию 70 новых вагонов. Детальные проработки этого вопроса власть обещает вернуться в конце апреля. О пассажирских перевозках сегодня пойдет речь и в программе «Тема дня». Стоимость проезда в трамвае за наличный расчет с 1 апреля выросла до 20 рублей. На что будет направлена дополнительная выручка и в каком состоянии сейчас находится подвижной состав ульяновского электротранса, расскажет заместитель директора этого предприятия Виктор Трипалин. Тема дня выйдет в эфир сразу же после выпуска новостей. В Ульяновской области создадут комиссию по вопросам модернизации деятельности социальной сферы. В ее состав войдут министры правительства, депутаты законодательного собрания и различных политических партий. Губернатор провел совещание, на котором обсудил план работы будущей комиссии. Мы говорим об образовании, об здравоохранении, о спорте, о социальной политике. О культуре. То есть ничего в Ульяновской области ликвидироваться, сокращаться, оптимизироваться не будет без обсуждения на этой специальной комиссии. Это первое и второе. Без решения, которые будут приятны на этой комиссии. Губернатор также посмотрел ремонт в детской клинической больнице номер один. Сейчас там заменены инженерные сети, система кондиционирования, проведены отделочные работы. Кроме того, закуплено новое оборудование – цифровой рентген-аппарат. Планируется, что обновленный корпус сможет принять пациентов уже в июне текущего года. На сегодняшний день уже выполнено около 70% объема всех ремонтных работ. Контракт был заключен в декабре 2018 года. Сумма контракта составляет 3,6 миллиона рублей. Это деньги, выделенные на организационные планировочные решения и на текущий ремонт помещений. Деньги областного бюджета. Коснется ремонт и районных медучреждений. Так, например, в Языковском отделении Корсунской районной больницы и в селе Солдатская Ташла отремонтируют отделение восстановительного лечения областного кардиологического диспансера. Предприимчивые граждане решили прибрать к рукам то, что, по их мнению, плохо лежит. Ни много ни мало целый водоем, а именно пруд в селе Волосниковка, общей площадью больше 240 тысяч квадратов. Злостные нарушения требований земельного и водного законодательства прокуроры Ульяновского района выявили в ходе очередной проверки. Присвоение частным лицом природного объекта посчитали неправомерным. На прокуратуре установлено, что данный пруд имеет гидравлическую связь с рекой Волосниковка, впадающей в реку Свиягу, которая, в свою очередь, впадает в реку Волга. Река Свияга является водным объектом рыбохозяйственного значения высшей категории. Согласно закону, водные объекты принадлежат Российской Федерации. При таких обстоятельствах оформление указанного пруда в собственность ЗАО Тетюшская, а затем частным лицу, являлось неправомерным. Процесс о законном владельце Волосниковского пруда шел полгода. Именно столько понадобилось суду, чтобы рассмотреть исковое заявление от прокуратуры, вынести решение и рассмотреть апелляционную жалобу ответчика. В итоге водоем вернулся законному владельцу, то есть государству. Решение вступило в законную силу. Сейчас оно направлено в управление Росреестра для внесения корректив в сведения о собственнике водоема. Ульяновские педагоги стали победителями Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2019». За звание в этом году боролись 149 учителей из 49 субъектов Российской Федерации. Лучшие методики и практики, публичные выступления, мастер-классы и открытые уроки демонстрировали участники конкурса. В номинации «Молодые руководители дошкольных организаций» первое место заняла заведующая детским садом «Колобок». Конечно, это не победа одного человека. Это большой кропотливый труд и победа команды. Но я думаю, что это достаточно весомый вклад для того, чтобы стимул, для того, чтобы двигаться дальше. То есть такой старт, даже имея, например, педагогический достаточно опыт в моем случае, это вот какая-то свежая струя. А вот Динара Мендеева на конкурсе подняла вопросы современного детского репертуара. Экспертное жюри изложенную тему оценила первым местом, но уже в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования». «Мое участие в конкурсе – это яркая страница профессиональной жизни, обмен опытом с педагогами, очень интересный опыт, который я могу передать своим воспитанникам в будущем». Полученным опытом призеры престижного конкурса активно делятся со своими коллегами. А вот знания и опробированные методики оценят уже дети во время учебного процесса. С 1 апреля стартовала кампания по выдаче бесплатных льготных путевок для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Таких путевок около 5000, из них 3000 уже зарезервированы. Те же, кто не попадает под категорию льготников, могут подать документы на частичное возмещение стоимости путевки в размере 12 814 рублей. «Наши лагеря делают все, чтобы увеличить количество мест, принимающих в свои лагеря. Так, например, в этом году увеличили проектную свою мощность лагерь «Сосинка», что на базе санатория «Белый яр». Это популярный в нашем регионе детский оздоровительный лагерь «Волжанка». То есть эти лагеря смогут больше принять детей. Кроме того, в этом году будет открыта смена для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Вишкаемского реабилитационного центра «Сосновый бор». В среднем около 20 тысяч детей региона смогут провести каникулы на природе. Для них подготовили 27-летних лагерей, в каждом из которых работают педагогические команды и специально обученные вожатые. Мы выбрали лагерь «Радон», потому что уже однажды у меня ребенок был там. Нам очень понравилось. Вожатые, очень понравились вожатые, такие молодые, активные, которые действительно общались с детьми так, вот не как мы, родители, с ними общаемся, и не как в школе совершенно. То есть он был прям окрылен у меня. Заявку на путевку можно оформить по адресу Нариманово, 13 или на портале лета73.ру. Полный перечень документов также доступен на этом сайте. В рабочем поселке Павловка накануне вспоминали местного священника Владимира Пиксанова, который был расстрелян в 1918 году. Три года назад он был причислен церковью к лику святых и считается небесным покровителем Павловского района. В день памяти новомученика Владимира божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы возглавил епископ Барышский Инзинский Филарет. Это воскресенский храм райцентра Павловка. Именно тут последние 18 лет своей жизни прослужил ныне канонизированный новомученик Владимир Пиксанов, Пресвятый Павловский. Большевики расстреляли его 2 апреля 1918 года. Теперь святой Владимир – небесный покровитель Павловского района Ульяновской области. В день его памяти божественную литургию прежде священных даров возглавил епископ Барышский Инзинский Филарет. Протеерей Владимир Пиксанов – один из трех канонизированных за последние годы священно-мучеников, служивших на сегодняшней территории Барышской епархии. После его расстрела из Воскресенской церкви сделали Дом культуры. И лишь недавно передали обратно церкви. Тяжкий труд по реконструкции храма взвалил на свои плечи благочинный 4 округа епархии Протеерей Андрей Филькин. Теперь он вместе с владыкой Филаретом и прихожанами просит святого о небесном заступничестве и помощи. Владыка зачитал молебен святому Владимиру и окропил прихожан святой водой. В своей архипастерской проповеди он отметил, насколько важно, что у православных есть священно-мученики. Своим подвигом они учат нас любви к Богу. Во всех мучениках есть одна святая нить. Это нить, которая связывает мучеников прошлых веков, первых веков. Это есть единая нить – любовь. Любовь к Господу Богу. Ни на что не хотели они менять Господа Бога своего, Иисуса Христа. Ни на какие, так говорится, посулы. То, что с момента канонизации отец Владимир помогает своим землякам, заметили и священники-миряне. На своего святого они возлагают большие надежды. И знаете, с тех пор, как у нас уйдет свой небесный покровитель, я думаю, что мы ваучу видим те блага, которые на нас с вами снидосходят. Мы видим в центре Павловки возводится общий усилий храм. После службы отец Андрей показал владыке Филарету, как проходит реконструкция храма. В прошлом году его очистили от всех надстроек советских времен, возвели колокольню. Воскресенская церковь постепенно обретает свои первоначальные черты. В Ульяновске в клубе «Локомотив» при Центре детского творчества номер 4 стартовало первенство по боксу. Соревнование проходит уже в пятый раз и уже стало традиционным. В этом году оно посвящено 30-й годовщине вывода войск из Афганистана. Участвуют юноши, младшие, 2007-2008 года. Он традиционно идет, изначально его так и начинал проводить. Это первый турнир, по этому возрасту мало их проходит. И для них скачок в будущее. Без этого турнира у них не будет опыта. Географию участников турнира включает город Сорочинск, Оренбургской области, Нурлат, Республики Татарстан, Новочебоксарск, Чувашия и Ульяновск. 1 апреля у юных спортсменов было взвешивание, а накануне состоялись первые предварительные бои. Каждый из боксеров провел стандартный поединок в три раунда. Как готовился, расскажи. Разминался, тренировался, груши бил. Почему выбрал вы не знаете произвести спорта? Чтобы родителей, когда вырасту, родителей защищать. Уже сегодня прошли полуфинальные спарринги. Финал намечен на 11 часов 4 апреля. Призы и награды участникам предоставил спортивный клуб «Локомотив». И на этот час у нас все новости. Я благодарю вас за внимание. А прямо сейчас информация о погоде вместе с Ириной Шмыговой. Спасибо, Ксения. Добрый вечер. В студии Ирины Шмыговой сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от минус 2 до 3 градусов тепла. В Ульяновске около нуля. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью с северо-восточный умеренный до сильного. Днем восточный умеренный. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Завтра днем по области от 2 до 7 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 4, плюс 6. На этом о погоде все. Всего вам доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова